Ровно в 9 утра поднимается пыль и шум от отбойных молотков, тракторов, погрузчиков. В парке Победы работает порядка 50 единиц техники и трудится около 180 человек. Сразу на всех участках реконструкции. На одном продолжают монтаж коммуникации, на другом, где инженерные сети уже готовы, кладут плитку и продолжают облицовку фонтанов. Новый подрядчик, московская компания «Ривьера», старается не терять ни минуты. Объём работ огромный, а сроки, наоборот, очень сжатые. Ход реконструкции лично контролирует губернатор Севастополя Дмитрий Овсяников. Вместе с представителями подрядной организации он проверил участки, где развернулся основной фронт работ – от строительного городка на Парковой до выхода к морю. Обсудили и второй этап реконструкции парка. Мы сейчас обсуждаем дополнительный объём работ по обращениям жителей. Это, прежде всего, озеленение дополнительное, то, что не было предусмотрено в проекте, были высказаны пожелания. Те объекты, которые были сдвинуты с основной площадки, я напомню, это происходило в течение 2018 года, спортивные площадки мы детские передвинули. Поэтому во втором этапе мы это будем заказывать. Сейчас идёт подготовка к проведению конкурса. Средства на завершение первого этапа есть в полном объёме. Аванс предыдущему подрядчику – 205 с лишним миллионов рублей – вернули в бюджет города. Сейчас новая компания завершает работы ниже нуля. Это монтаж инженерных сетей, которые будут скрыты от глаз посетителей парка. Работы по прокладке канализации закончены. На 100% пуском лодочной работы остаются. Процентов 70 – готовность. Это сети водоснабжения. Электротехнические сети и слаботочные сети находятся в 50% готовности. 20 февраля планируем закончить все работы ниже нуля для того, чтобы полноценно везде начать мощение тракторных дорожек. Задача поставлена – все работы выполнить качественно. На самом высоком уровне что-то приходится переделывать после предыдущего подрядчика. К примеру, столбы освещения переместили. Жители жаловались, что некоторые фонари поставили не в ровную линию. Были ошибочно установлены некоторые столбы. Во-первых, они были развернуты. То есть, часть шла так, а часть шла вот так, что неэстетично. Во-вторых, вот вы видите, это старая закладная, это новая. Мы переставляем все столбы сейчас. Почти уже все выровняли. Значит, у нас уже проложены все кабеля основные по центральной аллее. Мы идем по периферийным аллеям сейчас. Я думаю, что дней 7-8 и мы уже, что называется, выйдем из земли. В прошлом году в Парке Победы провели технический аудит. Работы, которые не были приняты, предыдущему подрядчику не оплатили. То есть, на переделку дополнительных средств не потребуется. Как только строители закончат самый трудоемкий этап. Прокладку коммуникаций, количество рабочих и техники увеличат. Полным ходом начнется мощение дорожек, плиткой и гранитом. Стройматериалы уже завезли. Подрядчики уверяют, качество высокое. Уральский гранит. Центральную аллею для посетителей планируют открыть уже в мае. Всего же первый этап реконструкции охватит площадь более 40 гектаров. Примерно такие же объемы предстоит выполнить и на втором этапе реконструкции Парка Победы. Марина Кравцова, Михаил Волобуев, Новости ХТВ.